Всем привет, дорогие друзья, меня зовут Твист, и сегодня я вам покажу очень интересный проход, собственно говоря, в стене. Вот такая вот у нас есть стена, но перед тем, как я начну рассказывать про данный механизм, я вас попрошу извинения за то, что я говорю тихо, потому что я записываю ночью. И также, если я буду запинаться или говорить какие-то слова неправильно, вы уж меня извините. Я записываю все-таки ночью для вас ролик. Сейчас около 12 ночи, поэтому вы уж меня извините. Ну что же, давайте теперь переемка, собственно говоря, к механизму. Механизм, собственно говоря, работает вот так. Мы нажимаем на рычаг, и у нас открывается вот такая вот, собственно говоря, дверь. Мы можем так пройти, и с другой стороны тоже закрыть ее. То есть, можем открыть, и у нас, собственно говоря, лампа, она светится как в середине, так и вот сверху она у нас светится. Ну что ж, давайте теперь рассмотрим саму схему. Схема, она выглядит вот так. Так, у меня сменился день на ночь. Схема выглядит вот так, тоже полностью рабочая. То есть, мы нажимаем, и вот так вот все это дело происходит. Ну что ж, давайте теперь ее построю. Для начала нам нужно выставить все наши поршни. Поршни у нас ставятся вот так, и снизу два липких поршня. То есть, вот таким вот образом. Дальше выставляем блоки вот так, и ставим на них редстоун. А, когда забыл, еще нужен нам рычаг. Сразу можем здесь поставить рычаг. Далее, что мы делаем далее? Мы ставим сюда липкий поршень, после чего на него редстоун блок. То есть, у нас получается вот такая хрена. Как можно заметить. Далее спускаемся на два блока ниже. И делаем следующую конструкцию. Ставим вот так полублок, и ставим вот так вот блок. На верхний полублок мы ставим репитер задержка в два клика. На нижний без задержки. И сюда редстоун. Теперь, когда мы активируем рычаг, у нас будет происходить следующее. То есть, вот этот блок у нас будет забираться. Так, у меня лока, давайте я его вырублю. Так, давайте. Сейчас, чтобы он нас не отвлекал. Вот так. И сделаем все. Собственно говоря, у нас будет забираться вот этот нижний блок. Теперь, чтобы нам сделать так, чтобы сначала у нас поднималось вот это вот хреново наверх. И потом этот блок у нас забирался вниз. То есть, что нам нужно сделать? Нам нужно сделать следующую систему. Здесь мы ставим блок. И на него мы ставим репитер. По-моему, если я не ошибаюсь, без задержки. Да, без задержки. И на него ставим, собственно говоря, редстоун. Вот так. Теперь, при активации у нас будет происходить следующее. У нас будет поршень поднимать вот эти вот два блока вверх. Но будет оставаться вот в таком вот положении. Как, собственно говоря, это исправить? Исправляется это очень и очень легко. Мы ставим вот сюда блок. Дальше редстоун. После чего ставим здесь репитер на задержку в два клика. Далее, далее мы ставим вот здесь вот поршень. После... Так, подождите. Ага, я чуть-чуть неправильно сделал. Вот сюда мы ставим блок. После чего сюда репитер. Задержку в три клика. В два, точнее, клика. Потом мы ставим вот сюда липкий поршень. И сюда репитер на задержку в три клика. Далее мы делаем, сюда ставим, точнее, блок. Потом мы ставим сюда репитер. Так, давайте я вырублю дождь, чтобы он нам не мешал. После чего мы ставим сюда блок. И еще один блок. Также здесь ставим редстоун. Потом блок. И еще один блок. То есть такую вот конструкцию. И сюда ставим репитер без задержки. Вот так. И теперь при нажатии на рычаг у нас дверь будет закрываться. И при дезактивации у нас будет все мгновенно забираться. Можем также это все дело скрыть. Вот эту хреновину можно как-нибудь по-другому вывести. Но я сейчас заморачиваться не очень хочу. Мне просто лень, грубо говоря. И давайте это все такое закроем. И получится у нас довольно-таки неплохая дверь. Такой проход в стене. А когда еще, чтобы у нас гореалампа, мы просто берем и здесь ставим два рычага. То есть она у нас будет гореть и сверху, и вот посрединке она у нас будет гореть. Давайте дальше закроем это все дело. Тут также можно поставить на этом блоке рычаг. Ну, я заморачиваться сейчас с выводом сигнала. Куда-нибудь я не буду. И можем так пройти. Закрыть это все дело. Дальше опять выйти. То есть все довольно-таки круто смотрится. Ну, вот такой вот проход у меня получился. Надеюсь, он вам понравился. Надеюсь, вы оцените, поставите лайк. Ну что ж, на этом я думаю я закончу. Всем спасибо за просмотр данного ролика. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Ну, а с вами был Твист. Всем удачи. Всем пока. До новых встреч.